Потому что вы помните, да, что тип прошлых процессов это схема деформации. Мы видим, читаем, пишем тип прошлых процессов, а подразумеваем схему деформации. То есть не форма, а процесс. Мультик, эволюция и вот это меандрирование, это не меандра. Меандра это форма, а меандрирование это процесс. Поэтому мы часто на форму говорим меандрирование, подразумевая, что вот эта форма, Например, на космическом снимке, на других плановых материалах, где мы видим извилину какую-то, мы называем меандрирование, подразумевая, что это застывшее состояние, какой-то момент этого процесса. И чуть-чуть сейчас про меандрирование, чем отличается от не меандрирования, потому что есть еще извилистые реки, которые не меандрировали, и потом сегодня основная цель, если вы все знаете, что такое меандрирование, то тогда быстро перейдем уже к причинам, к происхождению, к эволюции. Тогда я сейчас прокручу, коллеги, ну все, больше всех, кто хотели, уже пришли, я прокручу все слайды, которые посвящены определению, что такое меандрирование, на тот случай, если кто-то не знает, а потом перейдем уже непосредственно к причинам меандрирования. Так, и вот классически у нас в типизации ГГИ, так вот основная типизация, ну такая законная, там выделены две схемы деформации, связанные с извилистостью. Это слева называется ограниченное меандрирование, справа называется свободное меандрирование, но нам полезнее использовать немножко другие термины, слабо развитые, сильно развитые. Вот, почему? Потому что, ну, про незавершенные меандрирования сегодня вообще не вспоминаем, потому что незавершенные меандрирования очень странно, потому что там, основным является не извилистость росла, а основным является образование справляющей протоки. Поэтому незавершенное меандрирование, хотя в названии имеет слово меандрирование, оно по классификации должно относиться к к разряду не меандрирующих рек, а к разряду разветвленных, то есть такой подразделчик такой детализации, по-моему, груканство. Поэтому прокручиваю сейчас то, что у нас связано с определением меандрирования. И переходим к причинам. Вот это мы должны понимать, что не меандрирование. Вот это мы должны понимать, река Енисей, что это не меандрирование. Вот это, река Алабама, мы должны понимать, что это меандрирование. Тут есть признаки, есть веера перемещений, есть пляжи, такие скопления, большие скопления наносов, которые находятся в вершине излучины на выпуклом берегу. Есть вот такие извилины излучины, о которых надо говорить. Но сегодня мы глубоко не погружаемся в причины, хотя вот это очень контактит как раз потом, мы же к причине. Почему? Сегодня причины меандрирования. Так вот причины, почему, они очень тесно связаны как раз с этой маленькой первой частью, которую сейчас быстро прокручивали, связанные с тем, что река должна не просто быть с изгибом, не просто извилистая, она еще должна изгибаться. Это должен быть процесс изменения извилистости. И соответственно это изменение извилистости происходит по пойме, и соответственно по пойме происходит перемещение русла влево и вправо. Примерно вот так, коллеги. Вот сейчас это карта реки Миссисипи, такая известная, классические такие. Вот. И на ней показаны вот разным цветом прежние положения русла меандрирующей реки Миссисипи, которая вот путешествовала по дну своей долины, формируя пойму, сгибаясь. Если перейти к схеме, то вот схема, которая немножко больше, да. Помните, я вам только что показывал картинку, схему из ВСН-163-83, там были показаны 2 схемы деформации и меандрирования. Такое меандрирование, как вот вторая слева картинка, когда слабо развитая излучина, такая слабо развитая, и она, сохраняя свою слабую степень развитости, сползает вниз по долине, сохраняя свою степень развитости. То, что условно называется ограниченное меандрирование. А вот четвертая картинка, видите, здесь деформация происходит в стороны, в бока, не вниз по долине, а поперек долины, увеличивая степень развитости, изменяя развитость излученной, все к более и более развитой излученной. Вот вторая картинка и четвертая картинка, это вот то, что как раз и типизировано в нашей классической типизации. Но мы понимаем, что это идеализация, что так в реальности бывает редко, и что чаще у нас что-то, что-то, что, а вот что угодно. И между ними есть вот в серединке третья картинка, когда стрелки направлены не вниз по долине, не поперек долины, стрелки развития, куда происходит увеличение степени развитости излучной, а вот куда-то, куда-то вот по сложению векторов, видите, красные стрелочки на средней картинке. И может быть еще более сложные вещи, разные другие. Сегодня у нас будет меандрирование вобще. Мы поймем причину меандрирования, просто вот вообще меандрирование вот любого. Но еще мы должны довольно сильно уметь различать меандрирование от не меандрирования. И вот это не меандрирование. Хотя внешне изгибы есть, повороты есть, и любой такой вот нескушенный, не гидролог, как вы, скажет, что тут какие-то изгибы, и назовет это меандрирование. Это не меандрирование. Мы должны уметь это различать. Вот помните, в Миссисипи была красивая картинка, там было широкое дно долины, пойма, и вся эта пойма была сложна алювием. Вот таким алювием, условно, как показано на левой картинке, это поперечные сечения, поперек долины, где есть коренные породы, которые под алювием ниже, по бокам, которые складывают склоны долины. Это такая схема, конечно, но все-таки надо понимать, что вот слева, там, где есть вот эти вот точечки, то есть это песочек, калюви, в котором перемещается русло, это вот и есть меандрирование. Там может образовываться процесс перемещения излучин влево и вправо. А вот справа это называется врезанная река. Врезанная река, она может быть извиваться по дну долины, но без процесса извивания. Хитро так, да? Вот, и соответственно, вот мы, для того, чтобы уметь различать меандрирование от не меандрирования, то есть извилины есть и там, и там, но процесс слева, где меандрирование, слева, в левом столбце, процесс меандрирования есть, а в правом столбце извилистость есть, но процесса извиливания нет. И вот, и мы это шикарно, вообще-то, понимая все это, это очень легко видно на, в поле, на космических снимках и даже на планах показано, почему. А там мы видим следы, следы перемещения вот этого извилистого русла по дну долины, который выражается в том, что мы видим предыдущие положения русла. Там остаются старицы, то есть старицы это бывшие русла. И еще такой интересный термин, называется валы перемещения, который образует веера перемещений. И видите, вот слева, где меандрирование, левый столбец, мы видим веера перемещений, такие, видите, серповидные. Мы видим старицы, такие тоже петлеобразные, а вот справа, где врезанная река, здесь извилистость есть, но процесса меандрирования нет. И все, теперь переходим к гипотезам меандрирования. И первые гипотезы, это вот сначала сделаем вообще, в принципе, обзор разных других гипотез меандрирования. Вот, я делал такую работу, очень много собрал гипотез, около 20 примерно здесь выписано. А, и вообще-то не я их, я, вообще-то их, да, есть хорошие обзоры, и выиграл очень Попова, и не помню, кого еще. Они пишут, что разного рода гипотез, причин меандрирования, около 40. И, соответственно, раз есть 40 гипотез, соответственно, есть 40 авторов, каждый из которых вынашивает свою гипотез, свою идею, почему же реки не просто извилистые, а почему они извиваются, коллеги. И вот сейчас, пожалуйста, в чате напишите, как вы считаете, почему реки извиваются. Прямо сейчас в чате напишите какие-то слова. Или, если совсем не хотите, чтобы я видел, что можно идти дальше, и не ждать, пока вы напишите, напишите, что там, не знаю, или согласен с какой-то вот из этой гипотез, которая здесь перечислена. Вот, давайте, пожалуйста, напишите, кто здесь, кто меня слышит. Вот, как вы считаете, почему вообще реки не просто извилистые, не просто вот извилина, а почему они еще извиваются? Почему вот происходит, что приводит, что является причиной? Как вы считаете, вот что-что? По разным причинам. Совокупность всякого равенства. Правильно, вот это самый правильный ответ. Екатерина, спасибо большое. Ну, а, например, ну, например, например, вот, если разные причины, значит, вы можете написать там 2-3, правильно? Или 5. Ну, напишите 2-3 причины, совокупность. Арина тоже пишет совокупность. Ну, а совокупность каких факторов? Конечно. Мало того, мы дойдем до того, мы выясним, что это вот не один фактор, что именно взаимодействие каких-то факторов производится к этому. Но каких взаимодействия? Кстати, я вам здесь, пока вы пишете, я вам расскажу, что надо куда-то девать то, что она натворила. Да! Правильно. Ну, так... Вот это очень правильно мы написали, Екатерина, что надо куда-то девать. Да, то есть, смотрите, получается, что это очень интересный процесс. Это процесс размыва берегов в каких-то местах. Видите, вот здесь вот на это я вернулся на предыдущую, одну из предыдущих слайдов поставил. И здесь вот мы видим, что есть такие вот красные черточки, места размыва. Оно размыто. А что размыто? Размыто на носы. А есть точечки, там намыв. А чем намыто? На носами. То есть, это вообще-то форма, вообще-то излученный. Меандрирование. Это форма транспорта на носов. Мы видим извилистость. Эта извилистость, это внешнее проявление. А сутью, Екатерина, супер, вы точно написали. Ну, это по классике так. Является как раз процесс переотложения на носов. Переотложение, это три триада. Размыв, переотложение и аккумуляция. Намыв. Размыв это эрозия. Понятно, можно разные термины использовать, но понятно, что это три вещи. Размыло, транспортировало, намыло. Соответственно, мы видим размыв, видим намыв. И вот как раз мы здесь видим много разных, например, реанимирований размывов, и много разных намывов. Это правильно, это вот суть, очень хорошо. Арина, гидравлический режим, рельеф, перенос отложений. Да, конечно. Естественно. А вот давайте тогда я все-таки поставлю вот эту вот. Напишите тогда, что из этого списка, который вы сейчас видите на слайде. Перечень гипотез чужих, это всяких разных ученых, там великих, невеликих ученых. Они вот говорили, вот разные такие выдвигали гипотезы. И я отсюда удалил, и может быть когда-нибудь отдельно еще покажу. У меня есть отдельная большая презентация, которая называется «Обзор разных, чужих гипотез, почему реки меандрируют». Вот. И вот по каждой из этих у меня есть там по слайду, есть такая презентация целая. Но сейчас я думал на это не отвлекаться, и поэтому все это убрал, потому что я-то хочу рассказать свою гипотезу. Да, она условно говоря моя. И может быть она неправильная, но все равно будет интересно. Вот. А вот как вы считаете, какая гипотеза сейчас считается такой научной, самой распространенной, за которой вот держатся ученые, которые вот... ну, которые пишут в учебниках. В учебниках сейчас вообще не пишут никакую. Но если вот покопаться для тех вот самых взъедливых, которые считают, что нужно какую-то гипотезу... О, Арина написала. Наличие препятствий, теркуляция потока в русле, сопротивляемость грунта, состав донных отложений, извилистость русла. Конечно, вообще это все правильно. Все правильно, все правильно, сопротивляемость, состав донных... А вот мне не нравится, как причина образования меандрирования, то есть процесса извилистости, мне не нравится, Арина, извилистость русла. Потому что получается, что такое извилистость русла? Вот она уже есть. Извилистость русла это результат. А вот что является причиной того, что она является извилистым? Быть причиной извилистостью как-то не очень, да? Екатерина не знаю. Ну ладно. А помните, вот такая была гипотеза, что... О, Михаил Степанович написал. Различные сопротивляемые грунтов в транспортировке способность потока. Да, да, и... Да, и... В гидролого-морфологических делах слог-процессов ГГИ, разработанный Николай Евгеньевичем Кондратьевым, Николай Евгеньевичем Поповым и большой другой компанией людей, и Кунин, и Пеньковский, они так и пишут, что Алена написала грунт и уклон. Правильно. Они как раз, вот Михаил Степанович, я возвращаюсь к Михаилу Степановичу, написал, что транспортировка способность потока, они считали, вот те семь типов шлоп-процессов, помните, которые? Ленингрядовый, Побочневая, Середковый, Граничный меандрин, Свободный меандрин, Незавершенный, Поминогруканность, что они попытались их выстроить в порядке изменения именно транспортировки способности потока. Но сегодня, я скажу, сейчас уже переходим тогда к моей гипотезе, условно говоря, они не сказали, что это соотношение, они не сказали, что это относительно транспортировки способности, они сказали, что, потому что, а мы сегодня как раз вот эту идею разберем. Вот, а сейчас здесь на этой картинке вы видите так называемую андаторовую или бобровую гипотезу меандрирования, она заключается в том, что, типа, вот есть какое-то условно какое-то русло, какой-то поток, который вот в русле, и вот он какой-то хотя бы, предположим, условно прямой, а потом появляется, это называется гипотеза первоначального возмущения. Что, типа, вот если там что-то, кто-то, что-то бережок подмоет, например, какие-то там андаторы или бобры, и берег в этом месте размоется, то это приведет к тому, что размоется, появится небольшой сгиб, этот небольшой сгиб приводит к повороту, поворот приводит к тому, что там появляются такие вот течения отбойные. И, кстати, у Николая Евгеньевича Кондратьева, у него даже была теория, такая теория отражения. Он говорил, что вот эти отражения, то есть вот поток, он как бы отражается от берега к берегу, и, соответственно, отсюда, в связи с тем, что повороты вот этого отраженного потока приводят к тому, что в шахматном порядке, то справа слева появляются размывы, и, соответственно, вот это и есть зачаток меандрирования, а потом это меандрирование все больше и больше усиливается. Это тут есть некоторая логика в таком гипотезе, но это примерно то же самое, что вот беру я лист, и, значит, вот знаете, когда он будет трепыхаться? Он будет трепыхаться, если он начнется немножко трепыхаться, то потом он будет все больше и больше и больше. То есть как-то... А вот где сила-то, которая приводит его к трепыханию? Смотрите, вот я его немножко изогнул. Начало ли он изгибаться дальше? Нет, не изгибается дальше. А вот если будет какая-то внешняя сила, если будет какая-то причина, которая будет его, вот тогда будет, есть какая-то причина, которая приводит к тому, что он начинает изгибаться. Поэтому мы с вами рассмотрим сейчас аналогии, мы просто посмотрим, а есть ли какие-то извилистые у нас объекты, которые у нас тоже извилистые, и не просто извилистые, они еще такие вот в процессе извилистости, которые изгибаются. Ну, например, у нас есть вот извилистые, видите, по форме очень похожие какая-то змея. Вот почему-то змея... А вот, кстати, коллеги, как вы считаете, почему змея изгибается? Вот что это такое вот? Понятно, чтобы ползти, да? А вот как процесс ползания змеи происходит? Вот что происходит со змеей, когда она то сгибается, то разгибается, правильно? Сгибается, разгибается, сгибается, разгибается. Что это вообще она делает такое? Продолжение следует... Никто не пишет На поворотах точка опоры появляется То есть получается, что это как бы ноги, да? Вопрос То есть это как бы ноги, да? Получается, что это как бы одно тело Одно тело змеи, которое сосиска А ей как-то приходится быть ногами Отталкивается Да, она отталкивается И не просто еще, а просто отталкивается Она еще может оттолкнуться за счет того, что Смотрите, там что-то изменяется Это вариант Я без понятия То есть как-то она ходит, да? Отталкивается, точки опоры, конечно Не знаю Сейчас Ну, если прямо сразу вам ответ сказать Ответ заключается в том, что У нее есть длина Длина Если она не будет ее изменять свою длину Ей нужно изменять свою длину Потому что, чтобы сделать шаг Нужно поставить сначала заднюю ногу вперед И согнуться А потом переднюю ногу вперед И разогнуться А потом опять заднюю То есть это шаги Это изменение длины Длина Змеи всегда одна и та же А расстояние между шагами всегда разное Вот у нас для этого специально с вами вырастают две ноги Две ноги И мы эту ногу то одну, то другую Смотрите Между ногами Между ногами То расстояние никакого Когда мы стоим вместе А то расстояние есть А потом опять никакого То есть это изменение Это фактически Периодическое изменение своей длины Это несоответствие Разница Такая динамическая разница Между длиной фактической змеи И той, которой ей надо быть В разных состояниях То есть мы Очень важная такая вещь сейчас с вами Если мы даже не поймем Что происходит со змеей Когда она ползет В процессе извилистости Мы тем не менее приходим к пониманию Что здесь должно быть Сочетание каких-то факторов Как расстояние От кончика змеи до хвоста По факту скажем один метр И вот этот один метр Он должен становиться Там ноль или половина Он должен изменяться Периодически изменяться Сочетание двух длин Одна длина змеи По длине своей змеи А вторая длина змеи Это которая от кончика до В процессе Когда она согнулась Коллеги То есть мы Видите Немножко такая какая-то гипотеза появляется Теперь А А вот Ладно И вот Коллеги Вот видите здесь извилистость Видите извилистость на этой картинке Что это такое извилистое? Дорога Дорога Да Коллеги Вот это дорога Вот такая дорога Или вот такая дорога Это дороги И вот А вот почему они извилистое? Почему эти дороги Не прямые? Что было бы Если бы дорога была прямая? Ведь может же в принципе быть дорога прямая От начальной точки Которая наверху До конечной точки Которая внизу Вот если бы здесь прямую дорогу сделали Почему надо было сделать извилистое дорогу? Какая здесь причина Вот того, что человек решил это Это та же самая, кстати, проблема Проблема как идти по Покатились бы вниз Неудобно Шею сломать можно Будет большой уклон Точно Вот То есть слишком большой уклон А какой уклон на извилистой дороге? То есть у нас как бы Смотрите У нас есть из-за уклона То есть смотрите У нас есть два разных уклона У нас есть уклон вниз по По склону Напрямую И есть второй уклон Который по длине вот этой Дороги И тут мало того Мы видим, что не просто уклон А клоны разные Но соответственно Разные длины Есть длина склона От верха до низа По прямой И есть длина по Вот этой извилистой дороге Соответственно изменяется уклон Отлично То есть есть какой-то Разно... Коллеги ДНК Есть длина ДНК От начала до конца Если мы ее вытянем И есть длина другая Которая поизвилистой Там что-то компактно укладывается Когда ДНК сворачивается Извизвилистость Какая-то пружинка Которая может быть... Вообще все это пружинки Дорога Смея ДНК Клубок Почему клубок такой вот запутанный? Потому что есть длина нити клубка вот этого Который там может быть один километр И весь этот один километр Сложен клубок Который диаметром 10-15 сантиметров То есть это получается Смотрите Это компактное расположение Длинного объекта Вот объект И он сам по себе длинный объект Но этому длинному объекту Нужно компактное сворачивание То есть меандрирование Это процесс сворачивания Из-за разности длин По длине шнура И по расстоянию между От началом и концом Надо чтобы Это решение противоречия Вот этот вот объект Какая-то там складки На теле собаки Почему? А потому что у него поверхность Длин большая И она одновременно маленькая Вот эта занавеска вон висит у меня Почему извилистая? Потому что она одновременно длинная Если я ее растяну На все окно И одновременно она короткая Потому что вот эта длинная К вот этому занавеске Приходится висеть на коротком расстоянии Все эти серпантины Почему у нас мозги извилистые? Это тоже решение противоречия Заключается в том, что поверхность мозга Должна быть одновременно большая Чтобы была большая поверхность мозга Но эту большую поверхность мозга Мы должны упаковать в маленький объем И поэтому мозг становится извилистый То есть смотрите Это решение противоречия То есть объект одновременно должен быть большой И маленький Маленький он и становится Сжатым Змея Или кишки Вы знаете, да? Что у нас кишки Я вот был в Хельсинки В музее каком-то И там Так То есть все это решение противоречия Что у нас от рта До заднего прохода Расстояние 1 метр А длина кишки Там 10 метров И эти 10 метров Должны как-то быть уложены В нашем животе Для того, чтобы У нас от рта до Ануса было не очень далеко А то мы были бы такие, знаете Но в то же время было бы близко Длинно Потому что бы Пища-то долго шла Да? Какие-то там Черви каким-то образом Длиннющие черви Помещаются у нас Значит Где-то там В желудке Да? Или какая-то колбаса Вот это С книги рекордов Гиннеса Я не помню, что это Какая-то самая длинная колбаса Что ли В мире Так вот Они не смогли уложить Они ее свернули Все Все сморщенности Да? Сморщенности То есть Мячик одновременно И большой И маленький Почему Ссохлость яблоко? А потому что Поверхность яблока Была больше А потом Он скукожился Потом поверхность Осталась та же Но это та же поверхность Должна поместиться На меньшем Поверхности И вот Природа решает Всегда Такого рода Проблему Она Скукоживает кожу Или поверхность Или поверхность Любую поверхность Да? Мы уже и на Длинно Одномерном объекте Промерили Потом на двухмерном Теперь на трехмерном Да? Это Вот И вот всякие Тактеки Такого рода Несоответствия Они приводят Вот к таким вот Сжатием Таким вот Комок получается Вот То есть мы в какой-то мере С вами прочувствовали Что здесь Во-первых Есть два Две характеристики Эти характеристики Похожие Например Это поверхность Яблока Сначала Она большая И поверхность Вторая Уже Смотрите Это две поверхности Яблока Которые В процессе В процессе Изменения Из одного Стояния В другое Вот И В части Приложения Вот такого Соответствия Мы даже Первая Наша цель Это понять Какие же Эти явления Для наших Речных русел И соответственно Потом понять Их соотношение И к чему Это приводит Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...